Против авиадебоширов на борту будут применять средства сдерживания. Депутаты Государственной Думы одобрили поправки Воздушный кодекс. Согласно новым правилам, командир самолета наделяется правом применять средства сдерживания. Перечень определит правительство России. О самом главном готовы рассказать и мы. В студии работает Елена Колесникова. Сегодня в выпуске. Временные неудобства посередине Советского проспекта проводят ремонтные работы. Когда закончат? А у нас во дворе в доме-интернате для престарелых и инвалидов появится своя площадка для гольфа. Как еще там планируют изменить досуг пожилых людей? Осталось совсем немного. В Березняках вскоре откроется новое творческое пространство для идейной молодежи. На какой стадии открытия? Об этом и не только расскажем прямо сейчас. Сегодня многих автомобилистов ждал сюрприз. Посреди оживленной дороги на перекрестке Карла Маркса и Советского проспекта раскопана глубокая яма. Как сообщают энергетики, на тепловых сетях нашли небольшую течь. Коммунальщики обнаружили пареж из тепловых камер во время планового обхода сетей. Стали искать источник. Сначала провели раскопки в одном месте, но после поняли. Труба проходилась на несколько метров ниже. Сейчас течь нашли и вот-вот устранят. Тем временем водителей просят быть осторожнее на этом участке дороги. Особенно в темное время суток. На данном участке был обнаружен дефект на магистральной линии небольшой, связанной с капельным проливом. Завтра этот дефект будет устранен и дорога будет открыта для жителей. Также хочу сказать, что жители не почувствуют данного отключения. Это отключение не зависит на качество тепловосложения, которое мы оказываем людям. Проще говоря, отопление ни в одном из домов не отключили. После устранения дефекта территорию, пострадавшую от ремонта, приведут в порядок. Помните ту страшную историю, произошедшую в Березняковском лицее в конце мая? Тогда ученик попытался зарезать своего учителя. Так вот, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела. Не волнуйся, нас всех отпустили, все хорошо. Страшно очень, паника. 21 мая в 12-м часу утра в лицее номер один десятиклассник Роман Долбеев зашел в кабинет физики первого лицея. Ученик встал напротив учеников, достал нож и нанес Людмиле Ишменевой удары в шею. Охранник обезвредил парня с ножом. В то время к лицею уже мчались полиция и скорая. К нам девочка забегает в класс и говорит, помогите, пожалуйста, мальчик бьет учительницу. У нас учительница выбегает и мы не знаем, что делаем, и просто начинается у нас паника. Заходит учитель и говорит, закрывайте все окна и двери и не выходите из класса. Вот вызвали скорую и мы продолжили сказать, не выглядывайте из окна вообще, чтобы не видеть всю эту ситуацию. Пострадала учитель физики, 74-летняя Людмила Николаевна Ишменева. Получившего глубокие ранения педагога, экстренно госпитализировали в местную больницу, где она перенесла две операции. А затем на вертолете санавиации по распоряжению губернатора края отправили в Пермь. К счастью, состояние учителя быстро стабилизировали и уже 2 июня отпустили домой. Летом Людмила Ишменева уволилась в связи с выходом на пенсию. Что касается подростка, его задержали сразу же. Позже стало известно, он на учете нигде не состоял, воспитывался в благополучной семье. Замечаний по дисциплине к нему не было. Нашумевшим делом занялся Следственный комитет Российской Федерации. В тот же день, 21 мая, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сегодня завершили расследование. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвинение требует отправить подсудимого на принудительное лечение. Сергей Калиник, Новости Верхниками. В этом году в Березняках у 178 человек выявили положительный ВИЧ-статус. Получается, что по статистике раз в два дня люди узнают о том, что они заряжены вирусом иммунодефицита. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. С 2000 года в Березняках и Уссольском районе выявили 4500 ВИЧ-инфицированных. На сегодня в живых уже нет около 1400 человек. В этом году положительный результат обнаружили у 178 человек. К группу риска в основном относят мужчин старше 30 лет. День борьбы со СПИДом начали проводить 33 года назад. Каждый из них тематический. В этом году привлекают внимание к проблеме под девизом «Ликвидация неравенства». Покончить со СПИДом и прекратить пандемию. Краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями также проводят акцию «Протяни руку помощи». Организован сбор средств гигиены для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей. Малыши нуждаются в следующем виде помощи, таком как памперсы, подгузники, пустышки, бутылочки, средства по уходу за малышами, погремушки и игрушки, либо новые, либо в отличном состоянии. Пункт сбора – поликлиника Подеменева, 12, кабинет номер 216. Прием с 10 до 12 и с 13 до 16. Ждем всех, кто имеет возможность откликнуться. Березняковцев просят поддержать акцию, протянуть руку помощи и не забывать о собственном здоровье. Все желающие могут пройти обследование в центре СПИДа Краевой больницы имени Вагнера. Тестирование проходит конфиденциально и анонимно. В Березняках откроется первый в крае парк активной жизни, в котором все пожилые люди нашего города смогут активно использовать и проводить время. Где он будет находиться и чем в нем можно заниматься, расскажет Ксения Калугина. Здесь будет пандус сделан, чтобы колясочники заезжали. Олег Колпаков проводит экскурсию по парку. Нет, вам не показалось. На территории дома-интерната для престарелых инвалидов развернется настоящий парк активной жизни. Данный проект уже реализуется. Здесь, на территории дома-интерната, мы хотим открыть парк активной жизни. Этот парк целиком и полностью заточен под пожилых людей. Только под пожилых. Он будет состоять из нескольких зон и раскинется на территории 2000 квадратных метров. Солнечная поляна – зона для досуга и отдыха. Неотъемлемой ее частью станут настольные игры, которые уже закуплены и ждут своего звездного часа. Причем это будут развлечения, входящие в Федерацию спортивно-настольных игр. То есть гости парка смогут принимать участие в серьезных соревнованиях даже всероссийского уровня. В проекте предусмотрены зоны отдыха, спортивная площадка, развлекательная зона и даже поле для гольфа. Кстати, часть оборудования для гольфа уже также закуплена, как и некоторые снаряды для спортивной площадки. В этом месте активности для пенсионеров запланирован даже парк с ландшафтным дизайном, по которому жители и гости интерната смогут прогуливаться теплыми вечерами. Одной из самых полезных территорий станет зона гарденотерапии, где будут высажены различные лекарственные растения, а также плодово-ягодные кусты, чтобы потом наслаждаться чаями собственного производства в музыкальной беседке. Огромная площадь будет задействована и для занятий спортом. Причем расположение площадки продумано таким образом, чтобы маломобильные жители дома-интерната прямо из своих окон могли следить за ходом соревнований. Большая половина комнат выходит сюда. На втором этаже мобильные живут, те, кто могут ходить спокойно. А на первом маломобильные. То есть они к окнам подвезли, они спокойно смотрят, как все проходит тут. Как поделился Олег Колпаков, на весь проект необходима сумма примерно 5 миллионов. Почти 2 миллиона уже потрачены из собственных средств и спонсорской помощи. Аналогов Березняковскому парку активной жизни в Пермском крае нет. Он станет центром притяжения не только березняковских пенсионеров, но и жителей всего края. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. Индексация пенсии, корпоративные сим-карты и QR-коды. Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря? Коротко расскажет Сергей Коленик. С 1 декабря пенсионный фонд проиндексировал выплаты для трех категорий граждан. Повышение ожидает людей, отпраздновавших свой 80-летний юбилей. Также на индексацию могут рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до конца лета, но при этом уволились в августе. Им будет начислена прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. И третья категория – пенсионеры, подавшие на перерасчет. Надбавки им зачислят автоматически. С 1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Сюда относятся, например, портал госуслуги, сайты городской администрации, а также государственных фондов. Список будет определять правительственная комиссия. И еще о новшествах. Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке. Правда, в том случае, если сайты вводят клиентов в заблуждение сходством имен, оформлением или содержанием, а также предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять сведения о пользователях корпоративных сим-карт до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, операторы должны отказать таким абонентам в предоставлении услуг. Сегодня стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. С 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки. Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. О том, что изменилось с 1 декабря, рассказал Сергей Каленик. Новости Верхнем Каме. А вот для Пермского края 1 декабря – дата особенная. Сегодня день рождения при Каме. В 2005 году президент России подписал об объединении Пермской области и Коми-Пермятского автономного округа. В 2003 году состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермятского автономного округа проголосовали за слияние двух территорий. Тогда еще к Пермской области присоединились город Кудымкар, а также поселки и села Гайна, Коса, Юрла и Юсьва. Общим населением больше 100 тысяч человек. Сейчас население Пермского края превышает 2,5 миллиона жителей. Мы вышли на улицы города и узнали, что же горожане желают родному Пермскому краю. Развиваться, побольше жилья строить, побольше внимания пенсионерам уделять. Великолепного счастья, развития и, самое главное, справедливого отношения к жителям в Верхней Каме. Сейчас хорошая погода, а так не зного неба, поменьше болезней. Улучшить качество медицины, пенсионерам, которые заслужили, например, ветераны труда, увеличить им пособия. Процветание, побольше для молодежи, активных развлечений. Ну, вообще, процветание, больше построек. Ну, чтобы город развивался, строился. Дороги, чтобы чистили. Просветания пожелаем, чтобы Пермский край все лучше, лучше жил и людям всем лучше жилось. Зимы настоящие хочу пожелать. Скоро Новый год, дождик идет. Благосостояние, конечно, чтобы повысилось в нашем крае. Тоже хотелось бы. Здоровья. Благосостояние, благополучие, здоровье. Чтобы был красивый и все. Остальное все есть. Мы прервемся на короткую рекламу. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Профориентация – это то, что важно и для школьников, и для студентов. Учащиеся Березняковского политехнического техникума встретились с одним из будущих работодателей – представителями компании «Еврахим». Ведь Усольский калийный комбинат с каждым годом все больше нуждается в инженерных кадрах и высококлассных рабочих. Подробности в следующем сюжете. В 2008 году, там, где наш комбинат находится, был лес. Просто был в тайгах. Как всего за 13 лет в нашем городе появилось огромное горнодобывающее предприятие. Студентам политехнического техникума рассказал руководитель учебного центра Ирина Михалева. Усольский калийный комбинат – первый в России проект создания калийного предприятия с нуля за последние 30 лет. Сегодня на предприятии трудится 3000 человек. И с каждым годом количество рабочих мест будет увеличиваться. Так что у ребят большие перспективы. Например, вырасти от рабочего до руководителя. Либо стать на производстве незаменимым мастером своего дела. Большой спектр профессионального развития для всех категорий персонала. Рабочих мы можем обучить дополнительным профессиям. Вторым и смежным профессиям. Причем для рабочей горной группы в компании есть специально закупленные тренажеры, где они могут отработать свои практические навыки. Для руководителей и специалистов есть большой спектр программ повышения квалификации. Учебный центр Усольского калийного комбината на постоянной основе взаимодействует с березняковской молодежью, проводит специальные квесты и профпробы для школьников. Для студентов предложения более заманчивые. Наши студенты проходят практику производственную в подразделениях Усольского калийного комбината, как на поверхности, так и в шахте. Очень нравится студентам нашего техникума то, что практика на Еврохиме оплачиваемая. Очень приятно, что наставники, работающие на предприятии, которые помогают нашим студентам проходить производственную практику, помогают им найти нужную информацию для написания курсовых дипломных проектов. То есть работа идет, движемся в постоянном контакте. Будущие горные электромеханики Егор Захаренко и Сергей Сотов сейчас учатся на втором курсе и уже рассматривают Еврохим как будущего работодателя. Меня очень заинтересовал Еврохим тем, что он следит за экологией или как-то заботится о природе. Возвращение предприятия, которое с каждым годом будет все лучше и лучше. Я наслышан от компании Еврохим о том, что здесь очень хороший корейный рост, много всяких разных перспектив и хорошая зарплата, и хорошее обучение. Еврохим – социально ориентированное предприятие. Яркий пример – это строительство нового микрорайона. До 2025 года Еврохим планирует построить в Березняках 34 дома. Корпоративная скидка на питание в столовой, бесплатное молоко, скидки на посещение фитнес-центров и бассейнов. На предприятии заботятся о своих сотрудниках. Каждый работник может пройти санаторно-курортное лечение на побережье Черного моря. Для детей есть возможность летнего оздоровительного отдыха. Вообще социальная политика компании направлена на благополучие, социальную защищенность сотрудников, особенно молодых ребят, молодых специалистов, только пришедших из техникума. Существует программа адаптации, которая подразумевает не только профессиональную стажировку, наставничество, но и социальную адаптацию в коллективе. Так что перед Сергеем Сотовым, Егором Захаренко и другими ребятами открываются большие перспективы. Теперь главное учиться и хорошо сдавать экзамены. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. Березняки стали центром долгожданной премьеры. В эфире телеканала ТНТ в понедельник запланирована премьера последнего сезона «Универ» – 10 лет спустя. Но горожанам его покажут раньше. Впервые за всю историю города в кинотеатре «Мелодия» состоится премьерный предпоказ сериала. И попасть туда может каждый. Прошло 10 лет. Теперь все по-взрослому. Совсем скоро на ТНТ покажут продолжение легендарного ситкома «Универ» долгожителя телеканала. Сериал расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре – лирической комедии с элементами драмы. Сюжет перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью. Премьера на голубых экранах запланирована на 6 декабря. Но в Березняках пройдет официальный предпоказ «Мелодия». Горожанам покажут премьерные серии, которые еще никто не видел. Попасть туда могут все желающие. Уже открыта регистрация через TimePay, ТНТ или по ссылке в нашей группе ВКонтакте. Успевайте, количество мест ограничено, а вход по внутренним правилам кинотеатра. Центру активной молодежи «Быть» на днях в городе откроется Центр притяжения идейной молодежи города с ярким названием «Контора». Аксения Калугина внесла свой вклад в подготовку. Вот из этой штуки мы будем вырезать буквы в виде нашего логотипа «Контора». Кабинет Романа Зайцева переполнен различным инвентарем и стройматериалами. Совсем скоро его детище увидит свет. Коворкинг пространства «Контора» – это проектный офис для молодежи, в котором инициаторы будут собираться, придумывать идеи и писать свои проекты. Опытные специалисты помогут разработать идеи для участия в грантовых конкурсах, что позволит воплотить даже самые невероятные задумки в реальность. Здесь же можно подобрать себе команду и даже принять участие в образовательных программах, тренингах, воркшопах и семинарах. «У нас все на самом деле с социальным проектированием. Очень плохо, очень низкая заявочная активность. Даже на местные конкурсы городские заявляется очень мало участников. Хотя выиграть довольно-таки легко. Но заявляется очень мало народу, поэтому мы работаем над тем, чтобы эту заявочную активность поднять». И активность поднимется, потому что инициативность организатора видно сразу. А за такими людьми хочется идти. Кстати, ремонт в будущем помещении проводится руками организатора. Все должно быть по плану. «Роман настолько контролирует весь процесс, что даже ремонт в будущем помещении конторы делает самостоятельно. Мне доверили сегодня вот такую кисточку, чтобы я тоже помогла». Создать контору помог грантовый конкурс «Перспективы», в котором наш герой одержал победу и получил грант 100 тысяч рублей на создание пространства. Чем не успешный опыт? Открытие конторы состоится уже в эти выходные. Приходите знакомиться и делиться своими яркими идеями. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Есть чем заняться и старшеклассникам. Например, присоединиться к масштабному объединению студенческих отрядов. Какие направления там есть, расскажем в следующем материале выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Новожилов, студент строительного техникума, озадачен, чем заняться после пар. Хочется провести время с пользой, но при этом не нагружать себя по полной. Выход нашелся очень быстро. Парень решил вступить в студенческий отряд. Мы российские студенческие отряды. Самая крупная молодежная организация в России. Да что я сейчас тебе все покажу. Смотри. Ребята не преувеличивают. Студотряды – это трудовые коллективы. В нашем городе таких формирований больше десяти. Ребята трудятся в летние каникулы во всех уголках страны. А когда наступают учеба, тоже не скучают. Помогают городу в уборке отдаленных территорий. Ого! Это же строительное направление, да? Да. А можешь мне рассказать про него что-то? Ну, я сама из сервисного отряда. Тебе лучше Оля расскажет. В летнее время наши ребята трудятся на различных строительных объектах по всей стране. Но сначала ты пройдешь профильное обучение, после которого будешь работать на крупных стройплощадках. Сервисный отряд каждый год ездит на море. Вот лично я был инструктором по туризму, а наши ребята ездили как поварами, официантами, контролерами. Мы работаем медицинским персоналом по всей территории страны. Оказываем различную медицинскую помощь людям, которые в этом нуждаются. Работаем в санаториях, в детских лагерях, в больницах. А если ты любишь работать с детьми, то мы зовем тебя к нам. Мы выезжаем в оздоровительные лагеря работать воспитателями и вожатыми. И это лишь часть студенческих отрядов. На лето ребята заключают трудовой договор и в дальнейшем за проделанную работу получают заработную плату. Сейчас свой собственный доход имеют около 200 ребят. И любой студент может к ним присоединиться. Ну а наш герой Денис сегодня прошел посвящение в строительный отряд. И следующим летом он отправится на целину. Так ребята между собой называют стройку. Всегда вместе, всегда рядом. Мы березняковские отряды. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости Вертникамья. И напоследок расскажем об истории, которая едва не закончилась трагедией. Росгвардейцы два часа несли по лесу мужчину, который сорвался со скалы в горном массиве Свердловской области. Пермский турист отдыхал в горном массиве семь братьев. Мужчина сорвался со скалы, получил травму ноги и самостоятельно передвигаться не мог. Повезло, что рядом отдыхали росгвардейцы. Они наложили ему шину и два часа несли по сугробам. После передали врачам. Сейчас пермский турист находится в больнице поселка Часового Пермского края и готовится к операции. Состояние спасенного туриста врачи оценивают как удовлетворительное. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Вертникамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 431711. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости Верхникамья. В студии работала Елена Колесникова. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и будьте здоровы. 2 декабря в Пермском крае синоптики прогнозируют нам облачную погоду, снег. В Александровске минус 2 градуса. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 1. В Соликамске минус 3 градуса. В Березниках в четверг температура воздуха ночью 0 градусов. В дневные часы минус 4 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 7-9 метров в секунду. 2 декабря солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Компания «Кудесник» представляет. Стальные двери от лучших российских производителей. Популярные модели в наличии. Кудесник заявляет. Если найдете в Березниках дешевле, снизим цену. И двери, которых нет у других, найдете в Кудесник.